Пацаны, мы уже так разогнали, что мы уже полетели, Никита, сейчас ты вдаришь свою речь, и будет вообще бомба. У меня миллион шуток, и не удивляйтесь тому, что Саша Париванов сегодня будет медленно говорить, он был в Риге, он провел выходные в Риге, поэтому ему надо принять нашу быструю, супер-быструю реальность. Пацаны, давайте сыграем во время подкаста в игру, мы возьмем карандаш и ручку, и сколько раз Егор будет тупить в телефон, сколько мы после подкаста дадим ему щелбанов. Как вам? У меня важная информация. Мне не нравится такой подход, не успеваю за вашими шутками. Как Рига? Рига очень хорошо, очень хорошо, только зачем ты проиграл в хоккей? А, ты был на хоккее? Да, я позвал своих друзей на хоккей, и мы прекрасно сходили. То есть мы прочитаем репортаж о том, как я съездил на хоккей в Ригу? Да нет, зачем? Матч Рига-Сочи, наверное. Рига-Адмирал. Рига-Адмирал даже. Приморская дерби. Всем привет, в эфире Телега-братан, самый главный подкаст о пиве сегодня, вот он так будет звучать. У нас сегодня, блин, у нас сегодня в гостях Илья Ильчининов. Илья, какой у тебя сорт пива на сегодня любимый? Ну, во-первых, всем привет, это подкаст Шайба, или как его называют, Зуммер и Телега-братан, конечно, да? А Алды-то помнят, как правильное. Любимый сорт пива, не знаю, я сейчас пью крафт, мне нравятся кисляки какие-нибудь, сауэры, что-нибудь такое. Отлично, с нами сегодня Саша Поливанов, самый главный специалист по спорту и алкоголю, насколько я знаю. Вот, какой у тебя сорт пива? Ну, раз уж я приехал из Латвии, то я сегодня буду пить простой, светлый вальмер мужи. Отлично, Егор, скажи, что у тебя минеральная вода, Егор Параскун сегодня тоже. Нет, вишневое пиво, которое девочки пьют. Отлично. И Никита Петухов, я в последнее время, после того, как съездил в Бельгию, подсел на вот эти вот бельгийские, наверное, светлые, да, и нефильтрованные, типа вот они все вот эти вот приколы, да. А и мы сегодня собираем суперсимволическую сборную, суперсимволическую сборную людей, с которыми мы хотели бы сходить в бар, выпить пиво, послушать их истории и рассказать свои. И, а сейчас давайте послушаем музыку. Телега, братан, как ты? А для начала у нас новая рубрика. Мы хотим вначале обсуждать и новости Ивана Телегина. Вот, и новостей не так много. То есть я собираюсь дальше отсматривать его там смены, чтобы объяснять, что с ним происходит прямо сейчас. Но у него травма. Сейчас у него травма. Игорь Никитин сказал, что последствия будут очень долго. То есть мы сделали операцию, но долго он еще не вернется. Что еще? А еще он разводится. Давай, ну, ты у нас расскажи об этом. Подожди, но ты же запустил эту рубрику. В чем там суть? Они полюбовно разошлись с Пелагеей, написали, ну, я не знаю, он там писал какой-либо пост Пелагея, написал, что наши пути расходятся, мы сохраняем взаимное уважение к друг другу, но дальше без друг друга. И я где-то читал, что он нашел себе какую-то там уже другую тоже светлую девушку, я не знаю, как ее зовут. Светлую? Просвещенную? Ну, в смысле, у нее как Пелагея же подключена к хтоне. Обучателю, да. Разумеется, она в 2020, самообразование, самый главный тренд, и она просвещенная и просто имеет от этого светлые волосы. Я думаю, это связано. Круто. Мне не нравится, что Саша не сказал ни слова. Саша вообще на какую-то версию вообще получили странную прям... Поливанов 2.0. Саша, ты как? Я ничего не знаю про Телегина. Окей. Честное слово. Даже про Пелагею я знаю чуть-чуть больше, но тоже очень мало. Блин, я на такой нарвался адский пост, как какая-то девушка написала, в ЖЖ полощет всех подряд, и там просто ад вообще. Как это относится к Телегину? Вот про эту ситуацию, да. Типа он там ушел из семьи, что-то такое? Ну, там просто такими словами все это описывается, что я даже... Ну, как всегда, люди знают больше, чем... Егору явно не стоит читать. Так, давайте... Надо объяснять вообще, почему мы собираем команду. Да, давай, давай. Какую-то тефиницию введем, что мы тут как бы не про пиво больше, а мы про историю. Саша Горбачок заходит сейчас. И это было самое умное слово в истории подкаста Телега, братан. Да, ну, и странно, что не ты его сказал, хотя ты единственный в очках. Нет, странно, что Родион его не сказал. Я как бы за него бы ставил. Родион, когда говорит, он тут же скрипит, и мы просто не слышали. Возможно, когда ты слышишь скрип, тебе Родион пытается что-то сообщить. Да, короче, на прошлой неделе Атлетик опубликовал итоги опроса многомесячного, насколько я понимаю, игроков НХЛ, и один из вопросов в этом бланке звучал, как с кем бы хотели выпить пивка, и первое место удивительным образом занял Александр Овечкин. Все, значит, удивительным образом. Ну, удивительно, там просто Белов такой... Он на своей свадьбе пил пиво, Никит. Он на своей свадьбе пил пиво. И я просто к тому, что, по-моему, это самое предсказуемое вообще в истории, я даже не знаю, в России, лучший, может быть, хоккеист России еще более предсказуемое. Кто выиграл на выборах две единых России. Да, 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 да. Вот, поэтому вообще... Там Белов просто возмущался, как Кросби второй, почему Кросби второй? А кто там третий? Джо Торнтон. Ну, вот Джо Торнтон, да, я бы тоже сказал, что... Но это же очевидно, что опрос на уважение. То есть это же не... Вот ты говорил, что мы реально про пиво говорим. Нет, это же вопрос, опрос про уважение. А знаете, что я еще подумал? Может быть, это просто связано с тем, что молодые не пьют. Нет, молодых еще не так уважают. Для них вот эти 30-летние парни, они ассоциируются с алкоголем. А со своими пацанами 18-летними они бы что-нибудь другое. Пиво бы не пили. Фортнайт. Снять штаны. Нет, я уверен, что это опрос про уважение. Просто Макдэвид и Овечкин, очевидно, это разные вообще вершины по уважению, по крайней мере. Ну, то есть это просто странно Макдэвида куда-то звать. Но Макдэвида нет в топ-10, да? Да блин, кто знал? Смотрел вообще... А он пиво-то не пьет, господи. Давай мы ссылку положим на эту новость и посмотрим все, потому что я даже не знаю, я понимаю, что первое все, первое Овечкин. Ну и остальных, у нас в этом вообще саша миссия сегодня. У нас миссия собрать всю остальную бригаду к нему. То есть все остальные 11 человек и сделать это 11 друзей Овечкина. Да, я зацепился за эту идею и продавлю ее, чтобы заголовок был такой. И мы ничего не собрали, никуда не попали. Ну поставь фотку, где Овечкин на свадьбе с пивом. Это лучшая фотка в истории хоккея, я отвечаю. Вот мы так и сделаем, спасибо. Были разные варианты, как он валяется, как он пьет, типа да, но видимо это лучше всего. Давайте, короче, мы Овечкина, поэтому мы не будем, ну типа обсуждать. То есть это по-любому первый номер, да, окей. И он уже в баре. И он уже в баре, да. И ждет. Заходит Овечкин в бар. Просто я как и писал, если у кого-то что-то есть сказать об этом, ну в том смысле, что вот Овечкин потому-то, потому-то прикольно. А вопросов никаких вообще. Все, окей. Вот, остальных собираем и к остальным мне были бы, остальных хочется рассматривать подробнее. Давай, Илья, ты начнешь говорить на правах гостя, которому сегодня кофе не налили. И единственный человек, который с райдером пришел, вот, поэтому вообще ты. Да, друзья, все, кто придет на подкаст Телега, братан, требуйте воду и кофе. Это раз. Два. Барабанная дробь, давай. Ну, начинай. Нет, ты что-то еще хочешь сказать? Да, я хочу сказать. Все, ну ладно. Ладно, так как Никита не сказал, то есть он не поставил вообще четкие условия, я подумал, что это же может быть любой хоккеист. Да. Как бы, и, ну, не важно. Нет, я же написал критерии. Поэтому первым я скажу, что я бы обязательно выпил бы пиво и послушал бы истории от Александра Вьюхина, что я с ним был чуть-чуть знаком. И это, конечно, такой человек, который заряжает всех вокруг себя таким вот истинно компанейским духом. И дело даже не в том, есть ли пиво, нет ли пива. А у него, надо сказать, до сих пор остался пивной ресторан в Омске, делами которого заведуют его друг и его жена. И у него всегда, у него всегда была байка с собой. У него всегда была в кармане история, о которой он мог с тобой поделиться. Он всегда мог тебя приколоть. Он всегда мог тебя как-то вывести на какой-то ха-ха, на какую-то шутку. Это не было какое-то, знаете, клоуничнее. Это был, это был вот такой вот, такие вот бабайки, такие вот истории, такие рассказы. И к этому человеку всегда хотелось бы подойти. Давай одно хотя бы. Ну, если уж мы говорим про истории Александра Вьюхина. Я просто, я открыл телефон не для того, чтобы, не потому что не стало скучно, а потому что... Просто Илья сказал... Не залипая в телефоне. Илья сказал, ну, Никита не дал критериев, а я прям вот просто сообщением в Телеграме, Илья, вот письмо с ориентировкой. Там написано первый критерий командов, которые играл. То есть Овечкин круче ноунейма, потому что, ну, типа, все есть на самом деле. Но я как бы нашел пару лазеек, хоть я и не закончил Юрфак, но я нашел пару лазеек и решил пропихнуть всех омских сегодня пацанов. Да, понятно, ты за омских отвечаешь. Это само собой, да. Уровень, на котором играл, первый критерий. Звезда Суперлиги и зацепил... Суперзвезда Суперлиги. Да. Отлично. С кем пересекался в раздевалках? Сушинский, Затонский, Прокофьев. Как тебе такое? С ситуацией, в которую попадал. Давай историю какую-то. Да, история. Это был какой-то турнир Блинова, и Вьюхин тогда, по-моему, играл за Новокузнецк. То есть это, наверное, год какой-то 2009, что-то в таком духе. И он тогда травил байку про то, как он всех хоккеистов познакомил, ну, те, кто играл уже за авангард, он всех хоккеистов познакомил, то ли с каким-то риэлтором, то ли с каким-то чуваком, который всем находил нормальные квартирные варианты. И он как-то так подводил, что типа все ему за это чуть-чуть должны, ну, типа не денег должны, а типа, ну, там какой-то или там респект, или там билет. Должны проголосовать потом у него в голосовании атлетиков, да. В телегу-братан, нужно прийти и сказать его фамилию, да. И как-то он как-то и к молодым, которым по 20 лет, и там к тому же к Халюжному, которому тоже 35 было, это была его такая возрастная категория, он так с какой-то подколкой подходил, и, в общем, он эту историю абсолютно бытовую, такую, ну, невразумительную, он ее вот развел на целый период, на 20 минут, и вокруг него так скучковалось, человек 9, и он что-то каждого за нее прикалывал. То есть абсолютно серая такая быль, он ее превратил в историю на обсудить 20 минут с шутками. Мне кажется, отличное качество. Лицо Александра Поливанова сейчас на свод этим уже. Прям вот просто... Предложить ему хамички, мне кажется, ему очень надо. Предложить еще три периода от веги. Насколько его вдохновило. Он посмотрел матчи Риги, мне кажется, после этого. Кажется, в твоем райдере было написано, что сегодня мы говорим только про омских, поэтому давай, я скажу Ягра. А, давай. Потому что очевидно, что это самый главный кладезь каких-то историй про весь хоккей, который мы знаем, от 80-х до современных, и понятно, что вот у тебя там написано, с кем он пересекался в раздевалке. Да со всеми он просто пересекался. Нет людей, с которыми он не пересекался в раздевалке. Да, это верно. Он просто всех их видел голыми. Да. Вот. Даже Антона Курьянова. И его видели многие. Да, ну и, собственно, моя любимая история про него, это про женщину, которая прислала ему сообщение, что он должен заплатить денег, если он не хочет, чтобы фотографию с ней в постели была опубликована. Он сам ее опубликовал. Но мне кажется, с таким человеком интересно поговорить. У него явно много историй за спиной, которые он не опубликовал. Когда у него не было телефона или что-нибудь еще такое. Короче, он очевидный кандидат на то, чтобы, не знаю, с ним разговаривать много, долго и потом к ним... Да, круто. И подписываться на Инстаграм Ягра. Круто. А можно вбросить тезис маленький? Да давай, полчасовой. Ярамир Ягра — это единственный, наверное, чех за всю историю Чехии, который не пьет пиво. Черт. Ну... Ягра на море. Можно и без пива, я думаю. Да-да, с Ягра можно и без пива. С барменом мы определились. Легенда омского хоккея, легенда мирового хоккея. И я думаю, нам нужен канадец, который тесно соприкоснулся с русской культурой в 90-е. Пусть это будет Даррен Маккарти. Из Детройта. С русской? С русской? Русская пятерка. Русская пятерка. Она же русская культура. И Игорь Ларионов учил играть его в домино. Мне просто интересно, как в Маккарти говорил «рыба». Он просто Ларионов, когда услышал Маккарти, он такой «макар», а в Маккарти не очень большая разница. Мне нравятся ваши команды. Что ж, интересно, в международном домино термин «рыба-фиш» или «рыба-фиш»? «Рыба-фиш», как говорят в Израиле. Чудо-юдо. По-моему, я играл в Red Dead Redemption в домино, и, по-моему, там «фиш». «Фиш»? Да. А там не «го-го» от случая. Там, по-моему, какой-то другой термин. По-моему, там вот «фиш». Я просто помню, что там точно есть «рыба», и там «рыба» точно не «рыба», а «фиш», по-моему. Я думал, что я единственный человек, который играл в Red Dead Redemption в домино. Нет, Саш. Блин, ты понимаешь, что Red Dead Redemption на самом деле для этого и сделано? Это симулятор «Рыба-фиш» и «рыба-фиш». Я прохожу второй раз. Я бы и про спорт не сказал. Это просто сжигание жизни довольно интересное. Так мы оказались в подкасте «Телега-братан». Просто тебе 33, да, и ты просто убиваешь... Ковбоев. Нет, свою жизнь просто. Себя, скорее. Давай, но... Но есть еще... Слушай, как-то ты так сказал, он играл в русской пятерке, окей. Он играл с русской пятеркой и был человеком, который в Детройте отвечал за безумие. Я согласен. Я вспомнил, во-первых, кто это. Во-вторых, он один из самых крутых спикеров фильма, да? Фильма «Русская пятерка», да. Который мы не хотим сейчас рекламировать. Более того, у него есть... У него была своя рок-группа. У него была своя рок-группа. Крутяк. И он собирал по 10 тысяч слушателей и зрителей, и болельщиков, когда давал небольшой концертный тур в штате Мичиган. А еще у него история была. Он поехал на один из фестивалей, крепко там... Чувствуется, да, кто-то подготовился сегодня? Крепко набрался. А когда проснулся, увидел, что рядом с ним валяется в отключке Зак Уайлд, один из лучших гитаристов в истории музыки. В истории штата Орегон? Да нет. Ну, окей. Нормальный гитаристский и известный. Из какой группы хотя бы? Он в нескольких играл. Хорош. Это про Тома Морелла, так можно сказать. Том Морелла, один из самых вообще лютых технарей в истории рок-музыки. А в какой группе играл? Да, его звали там как это. Короче, я, во-первых, принимается Даррен Маккарти, во-вторых, а вот тебе... Короче, с Маккарти можно выпить пиво и поговорить про музыку. Да, нет, он абсолютно подходящий для нашей истории персонаж, но у меня вопрос. Вот конкретно к тебе, окей, я притащил Омских. Саша просто не очень близок к хоккею, и он фантазер. Вот. Ну ты-то... Тебе не интересно было современных каких-то игроков по... как бы пообсуждать вот так? Моего возраста? Нет, ну... Блин, современных. Те, кто играет сейчас, просто. Те, кто сейчас играет. Нет? Давай дойдем, Данил. И с тем, кто играет сейчас, у меня тоже есть один кандидат. Окей, Даррен Маккарти становится после Ягра в нашем списке. Итого у нас 4 человека. Вышибало в баре тоже есть. У него не было, по-моему, по ходу игровой карьеры проблем с алкогольной зависимостью. Удары на Маккарти? Да. Сейчас нам Егор... Были. Но он их победил. Но он их победил. Так что наливаем ему чай. Так что, знаешь, это история, когда... Они тебе решают, что наливать, ченок. Нет, смотри, у нас просто... У нас есть в составе не пьющий Ягар и есть с перебором пьющий Маккарти, и он как бы делится своей аурой, и все. В среднестатистически получается один овечка. По-моему, нормально. Так, у меня... Называй своего... Бренд Бернс у меня кандидат на это. О, вот началось. Вот там... Давай, хипстера позвали. В смысле хипстера, ты знаешь... Или Бернс придется своим грилем и пожарить мясо? Во-первых. Во-вторых, ты знаешь, что Бернс — это человек, который... Ну, мне было бы интересно... То есть мы же как... Может быть, мы зовем тех, с кем интересно было бы поговорить еще, но мне просто дико интересно на самом деле с ним пообщаться, потому что он конкретно одну штуку знает, что он победил, боролся специально со своими всякими фобиями, и он в какой-то момент очень боялся змей, и в результате он избавился от этого просто... Переехав в Сан-Хосе теплый. Когда он завел змей домой себе и жил с ними, и теперь он с ними типа тусуется и берет их и все, без всех проблем, и так он очень со многими вещами скроился. Какие змеи он завел? Только не говори, что ядовицы. Таких продолговатых они так ползают. Вот такие... В разных группах играли. В разных группах играли. Многих змей. Одной потом даже уже не учился. И плюс, он очевидно веселый парень, плюс, он был в раздевалках Супер Канады, по крайней мере, в шестнадцатом году. Он был в финале Кубка Стэнли. И если он скажет, что Кроссби скучный, то ему поверишь на слово. Да, да. Блин, он еще... У него есть интересный очень перелом чисто технический, что он начинал нападающим заканчивать защитником, и у него... Можно и про игру на самом деле поговорить. Вот. И это один из самых эффектных игроков прямо сейчас. Мне кажется, если хоккеист придет в Барт, последнее, о чем он захочет говорить, это игра. Я думаю, что... Нет. Я думаю, что с Брентом Бернсом мы поговорили про игру в том числе. В общем, слушатели, друзья, я всем рекомендую загуглить, или мы вставим, наверное, в текст подкаста фотку, его аутфита, его одежды, как он пришел на подкаст к Полу Бессонетов. Он в какой-то майке-алкоголичке пришел, в каких-то трениках или в шортах. В общем, это был абсолютно чумовой лук, и я с тех пор понял, что это тот человек, за которого я буду голосовать хотя бы куда-нибудь. Так он крутой. Нет, он просто крутой, и все. Он, блин, без базара крутой. Один из самых крутых игроков сейчас. Просто крутой. По флоу, если брать. Вот. Так, и... А не ты ли критиковал его в одном из текстов, как они играют? О, да, блин, ты че? Это же вообще... Нет, это самая главная история этого сезона, что где-то пару лет назад журнал The Hockey News выходил с обложкой Бернс против Карлсона, когда они играли в разных командах, и там прям номер был посвящен разбору, кто из них круче. Там длинный очень материал был, и прям там, что вот этот хорош шайба, этот тоже хорош шайба, но этот сзади. Там они очень долго выводили, что в результате Карлсон лучше. А потом Карлсон оказался в Сан-Хосе. А потом Карлсон оказался клоунами просто. Они не попадают в плей-оу. Да, ну это, это блин вообще... А как отреагировал Hockey News? На то, что они клоуны? Ну, а, блин, Hockey News, ты понимаешь, что позитивная повестка, то есть ты пишешь только про тех, кто хорошо, ты не пишешь про кого плохо. Илья, говори очередную омскую фамилию. Но эта фамилия не то чтобы омская, это фамилия Нижегородская. Но, как вы понимаете, стал бы я приходить сюда к вам и называть просто Нижегородские фамилии. Алексей Потапов, назову этого парня. Фантастика. Фантастика. Это не звезда, конечно, это человек, который играет в лучшем четвертом звене КХЛ прямо сейчас. Алексей Белов, мне кажется, сейчас должен быть... Алексей Белов сейчас бы меня не стал перебивать, Никита. Он просто прибежит сейчас и продолжит. Давай. Ну, в общем, мало того, что Алексей Потапов не раз обыгрывал московская Динамо, это-то понятно. Это человек, который играет в лучшем четвертом звене КХЛ прямо сейчас, разумеется, Это в авангарде происходит. И это человек с потрясающим, очень ироничным и тонким чувством юмора, которое не то что среди хоккеистов, которое среди всех людей мира встречаешь очень редко. И он такой, знаете, он очень колкий и острый человек, но при этом очень добрый. И можно с ним поговорить как про историю. Он очень много читает. Я его не раз, не два видел в самолете. Он занят в основном чтением. И с ним можно вот поподкалывать друг друга, попикироваться. И на эту тему можете посмотреть видео, которое называется «Лига хоккейных шуток номер 4». Алексей Потапов против актера Ярушина. Я забыл, извините, извините, я забыл. То есть только сегодня вышло, поэтому обязательно, кто слушает подкаст, прервитесь и посмотрите. Попались в ловушку, которую расставили омские парни. Я просто с Ильей общаюсь. Мы там переписываемся. Я забываю просто, что он человек бутербродный. В смысле, он просто приходит и такой, авангард, авангард, авангард. Извините, я забыл, да. Да, а здесь человек узнал про подкаст и специально подготовил выпуск хоккейных шуток. Причем с тем персонажем, которого он хочет позвать в бар. Да, как случайно все получилось. Господи, вот это да. В общем, хотите смотреть шутки, смотрите. И как они финал тогда Динамо проиграли. Хотите, не смотрите. Но Алексей Потапов — это топ. И если вы... Я это по-топ. Начался внеочередной выпуск самых плохих хоккейных шуток. Но, в общем, зная Никиту Петухова, это не новость, друзья. В общем, рекомендую Алексея Потапова. Он в этом списке явно будет не в топе. Но вот из современников, о которых таких не мейнстримных, не попсовых, мне кажется, это точно... Но нельзя сказать... Давай, если у нас же есть формально Потапов, разве был в суперкрутых... Ну, вот разве был он на суперуровне? Чемпионство Акбарса, 18-й год. Будущее чемпионство Авангарда, забыл добавить или я. Прогалиева, прогалиевые истории. Хотите послушать Навалю? Про Зарипова, например. Блин, Зарипов. Кстати, Зарипов тот человек, который выглядит подходящим для этой роли. И сладостей принесет. Тебе ближе бы сладости. Это такой кондитерский бар. Причем сладостей принесет. Ладно. Записали Потапова под номером 6. Давай, Саш, разгони на что скуп. Я поскольку перенимаю... Ты говорил про лучшее четвертое звено. Я тоже тогда из четвертого звена. И тоже лучшего, которое когда-то было в лиге. Я, кажется, знаю. Довольно... В общем, у меня выбор такой. Вот сейчас я чувствую, что я попаду в последнее место этого списка. Но я бы действительно по-настоящему, когда ты сказал тему, объявил, это имя пришло мне первое. И я сейчас его попробую позащищать. Это Деванте Смит-Пелли. Ох, елки-палки. Такой Смит-Пелли, Никита, ты неправильно записываешь. Это, кстати, более-менее реально. Это человек, который довольно случайно оказался в чемпионском Вашингтоне. И, собственно, он там поиграл и в первом звене, и в четвертом, когда нужно было, его выпускали к Овечкину. И он сыграл, кажется, 10-12 игр в первом звене. И довольно честно всегда говорил, я получаю от этого удовольствия. Я, в принципе, знаю, что я довольно посредственный хоккеист. И то, что я с ним выхожу на лед и зачем-то здесь нужен, я счастлив от этого. Я получаю удовольствие. Вот с таким человеком, который получает удовольствие от хоккея, который после чемпионского сезона сразу быстро выяснилось, что он не тянет никакой уровень Вашингтона хоть какое-либо продолжительное долгое время. Он, значит, сидел в ВХЛ, потом уехал в Кунь-Лунь. Тоже довольно неординарное событие для человека, который два года назад выиграл Бук Стэнли. Да, еще и, значит, ну, это Китай. Вот он сейчас рад своему решению вообще. Да-да-да, нет, что он там делает? Его всем Вашингтоном поздравляют. Да-да-да, привет, приятель. Он такой, чего вам привезти? Мы не знаем, чего нам привезти, но мы точно знаем, чего нам не надо привезти. Вот сейчас неплохо. В общем, добрый, позитивный человек должен быть в этом списке обязательно. Согласен. Который еще как бы знает свой уровень. Мне кажется, это важно, знать свой уровень. Да, ну, то есть он явно тебе не даст, типа, да, перебрать, как было на выходных в Риге. Согласен, но хотелось бы еще послушать. Давайте мы здесь сейчас делаем небольшую паузу. После того, как быстренько по кругу назовем по одному человеку, с которого мы точно бы не позвали. Вот такой делом поворот. Точно бы не позвали? Да. Начнем с тебя. Кого бы я не позвал? Кого бы ты не позвал, да. Сидни Кросби, это очевидно. Почему? Он скучный. То есть, ну, он приходил там в подкаст Бессонету, ну, и он просто, ну, такой идеальный спортсмен. Окей, Саш, кого? Я тоже хотел назвать Сидни Кросби, но если нет, назову Евгения Кузнецова. Нет, Евгений Кузнецов, ты в курсе, что Евгений Кузнецов... А раскладушку кто принесет? Евгений Кузнецов есть в моем списке на то, чтобы пойти. Почему? А, ну, типа, та история, что я в нем расшаровался. Не та история. На самом деле, мне кажется, что просто Кузнецов очень хорош и без всего этого. Он как бы... Не нужно затаскивать его в бары. Он и так интервью дает, так, как будто он сидит в баре и пиво пьет. Ну, в смысле, что для него не нужен этот антураж и какая-то особенность. Он будет точно таким же, как... То есть, это типа как Абеликсу не надо это зелье пить? Ну, Абеликс и так, типа, сильный, что и Кузнецов так же разговаривает. Да он просто такой же в интервью, как и в жизни. У него нету, как бы, мы его не вскроем. Окей, то есть он ничем не раскроется, потому что он так распахнут настиж. Ну, да, это интересная точка зрения. Но хотелось бы кого-нибудь занудного. Давай, кого из авангарда бы ты не позвал? Никит, назови своего. Мне еще нужна одна минута, чтобы подумать. Я Патрика Кейна бы не позвал, потому что... Из-за той истории с таксистом. Какая история с таксистом? Ну, его за хулиганку чуть не осудили. Нет, просто в моей картине мира Патрик Кейн — это тот чувак, с которым ты приходишь в бар, он берет себе какой-то коктейль и тут же каких-то моделей смотрит, тут же девчонки какие-то бежит и с ним вообще не поговорить, короче. Вот он, мне кажется, такой чувак. То есть он особо... Ему не интересно будет рассказывать. Он, знаешь, как такой, типа, вот он с Панарином может пообщаться на льду про хоккей, а все, он потом забывает, мне кажется, просто идет куда-то и все. И с ним вот вообще никаких ни историй, ничего, не повыжимаешь из него. Мне вот так кажется. Американское дружелюбие такое настоящее. Холодное американское дружелюбие. Да нет, не американские, я таких людей просто знаю, которые, типа, ты договариваешься с ними что-то пойти тусануть, а в результате просто смотришь, как он куда-то там... Знаешь, я не могу, кэссел там, хот-доги. Да, да, да. Вот, мне кажется, он из таких... Вот Тейвс другое дело, а Кейн не очень. Тейвс другое дело? Мне кажется, Тейвс это точно тот человек, с кем бы ни стоило, но я его называть не буду. Давай, давай. Да, я вспомнил, какой у меня был вариант. Я бы не стал пить пиво с Евгением Медведевым. А знаете почему? Почему? А он не пьет пиво, он пьет вино. Так надо завести нам эту коробочку со звуками, чтобы... Грустный трамбон. А я очень нервно реагирую на эту фамилию, потому что мы вот здесь записываем сейчас много фигурный подкаст, показ про фигурное катание. И там просто Медведева, и все такие... Начинается уже говорить, 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 говорить. Да, да, да. Поэтому Евгений Медведевич, я думаю, у меня первая ассоциация с тройным тулупом. Фигурное катание пришло сегодня к нам. Отказался от пива, как от класса, и перешел на вино. Возможно, у него скоро появится своя винодельня. Да, почему нет? Человек отказался от шестого А, как от класса. Слушай, а я думал, у меня плохая шутка, Никита. Спасибо тебе. Делаем паузу и продолжаем. Олега, братан, как ты? Егор, какое приложение ты используешь каждый день? Просто и не вылазишь из него даже, когда едешь на репортажи. Расскажи немножко. Ну, я люблю следить за карьерой Ильи Ковальчука, и очень удобно делать это в хоккейном приложении sports.ru. Отлично. Вот мы и закрыли. Что там есть новенького? Что там? Какие, может быть, какие-то приколы, какие-то фичи, что-то такое? Все новости, вся статистика самая свежая, самая прекрасная. И даже если Ковальчук не выходит в первом звене Монреаля, вы обязательно найдете там пару прекрасных новостей. Подскажи, а вот сейчас в Москве, когда идет то ли снег, то ли дождь, ты можешь под дождем или под снегом открыть приложение? Оно будет у тебя работать? Мне кажется, мы сейчас как рекламу средства от волос начали давать. Ну да, ну хоть что-то, знаешь, хоть какую-то, дай зацепку людям, чтобы они слушали тебя не как... Полванчика. Давай, продолжаем. На ком мы остановились? По-моему, Егор должен был говорить. Должен быть Александр Адулов, я считаю. Мы искали зажигалку на прошлой неделе в сборную. Есть человек, который сможет открыть пиво зубами. Глазами, я бы даже сказал. Вот, ну здесь нам тоже нужен такой зажигательный мужик. И мне очень хочется послушать историю, что же, блин, произошло в Нэшвилле тогда, на самом деле. Он же ее вроде рассказывал. Они, типа, пришли на 15 минут позже, но трезвые. То есть они ее не пили, они просто пришли ко мне позже. Возможно, пиво откроет новую страницу в этой истории. Ну так, давай, уровень. Уровень. Да, ты думаешь... Абсолютно лучший русский игрок в истории КХР. Нет, подожди, не уровень его, а уровень, на котором он играл. Я согласен, что он играл высоко, но давай вот, типа, дальше. Вот он играл где? Он играл в сборной России в Сочи. Я бы не сказал, что истории из Сочи суперинтересные. А вот истории с Квебекой и Берном? У вас скорее дачим. Квебек, Берн, канадские юниорки. Да, канадскую юниорку. Блин, я всегда, когда говорят про Радулова, я всегда нахожу уместным вставить, что я помню видос, как меня Саша пинает под столом ногой. Вот, и нет, что Радулов выходил в Квебеке, ему весь стадион аплодировал, и это было в 20 лет его. То есть они абсолютным королем его считали тогда. Короче, смотри, но в ЦСКА, разве ЦСКА это что-то прикольное? Да нет, слушай, брось. Ну, когда человек вообще переезжает из... выигрывает Кубок Гагарина, переезжает... Да, из Салават Юлаев. Переезжает обратно в НХЛ, это всегда достойно какого-то интереса. Это просто очень любопытно, как люди принимают такие решения. И с Ковальчуком это интересно, и с Радуловым это интересно. И мне как раз кажется, что в Радулове интересно не то, с кем он играл, а он сам, потому что он потрясающий персонаж. Ты когда-нибудь менял Несфилл на Уфу? Ну, если только в NHL 0.9, если только так я делал. Ну, вот он примерно в это же время так и сделал. В общем, без Радулова, ну, никак нельзя. Нет, я согласен, без Радулова этот список был неполный. Согласен? На какое место его поставить? Выше Овечкина. Выше Овечкина мы не ставим никого, потому что... Овечкин уже в паре. В Советской России Овечкин ставит кого-то ниже себя. Да, да, да. Давай, ну, Радулова на второе место ты предлагаешь? Обязательно, обязательно. Ну, не вижу никаких причин этого не делать. Окей, окей, как вам неожиданно интересен Александр Радулов. Кори Перри от меня идет. Мы не сомневались, что он будет. Откроет дверь локтем. Короче, он играл в Анахайме настолько долго, что он даже играл с Селяне и с Полом Коррие. И про них вот... Да ладно, Пол Коррие, он Дастина Пеннера еще застал. Дастина Пеннера. Можно попросить не ворваться тебя? Дастин, окей, но что дальше с этим именем? Слушай, а давай сделаем так. Давай выберем одного из двоих. Либо Кори Перри, либо того человека, который у меня есть в списке, Брэда Маршанда. Мне кажется, вдвоем их не надо сажать за один стол. Давай одного заставим. Давайте Перри. Про Маршанда есть аргументы за. Я согласен, что есть аргументы за. Но смотри, с Перри, я голосую за Перри, потому что мне с ним было бы интересно, а с Маршанда мне скорее не интересно. Ты считаешь, когда он тебя пнет под столом? Ну так в этом и интерес. В смысле? Слушай, мы же идем... Нет, если бы мы на какой-то... На батл, на какой-нибудь там, я не знаю, на словесный, или мы идем просто мочить кого-то, то да. Слушай, мне кажется, в жизни он приятнейший человек. Интересно находиться за одним столом с человеком, который не знает, что... Не знает слова нет. Про которого ты не знаешь, что... Который может тебе лизнуть в любой момент. Да, Сашка, да? Чувствуй Брэд Маршанда. Ты чувствуешь себя бодрым, когда рядом с тобой сидит только человек. Да, ты потому что знаешь, что... Ты сам знаешь, что... Да, ты сам знаешь, что... А потом он начинает тебе травить байки про охоту. Короче, приколы Перри, они прикольные. А приколы Маршанда, они частенько неприятные. Ну типа, что такое лизать вообще человека? Это как вообще называется? Если другой человек женщина, мне кажется, норм. Ну а если другой человек... Лео Комаров. Да, если другой человек Лео Комаров. Ну слушай, я готов... Я, конечно, готов рассмотреть теорию о том, что Лео Комаров женщина, но я надеюсь, он не услышит это никогда в жизни. Мне кажется, Брэд Маршант просто... Поспорил на там 10 тысяч долларов, что там во время серии плей-офф ему сказали, да тебе слабо Комарову лизнуть лицо. А я предлагаю, знаете, как сделать? Вот у нас же есть целое... Я возьму слово, я сбегаю сейчас в чемпионат, возьму это слово и им потом отдам. Целая плеяда. Все, забирайте, ребята. Игроков, которые... Ну вот такие. И Перри, причем не самый жесткий. Там вот Перри, Маршант, Ткачук сейчас... Он самый вообще хейтед. Он самый вообще жесткий, да. Зак Кассиан так не думает. Да-да-да, Зак Кассиан тоже самое. Давайте вот из них, может быть, кого-то так суммируем и возьмем одного... Ну, Маршант еще, кроме того, играет в гениальной тройке абсолютно и тянет этот Бостон. Эта тройка феноменальная, да, с Бержероном и Пастерняком. Они, как бы, на них еще приятно в хоккей смотреть играть. Да, но... Они такая хоккейная страсть, ну, которую, как бы, хочется разделить с ними. Согласен. Из этих троих, ну, очевидно, кого выбрать, да? Смотри, я бы вообще... Если бы у нас была тема, какую команду мы берем с собой, и мы бы начали с этого, я бы сказал, что Бостон по-любому это команда. Вот просто без личностей, ну, то есть, имея в виду всю примерно команду, там, может быть, лидеров или что-то такое, Бостон с огромным отрывом. Для меня даже после... Даже перед Вашингтоном, потому что Вашингтон, понятно, Овечкин, но уже вот ты сам про Кузнецова сказал, что он сам распахнул, но там немножко другое вообще настроение. Бостон в моей картине мира прям вот такая клевая команда. Мне кажется, они вот реально очень угарные, сами по себе не ходят по этому классному, кинематографичному Бостону, и очень клево угорают. Ну, еще Бостон самая популярная команда в социальных сетях хоккейной в 2019 году. Да, даже популярнее Вангарда, что интересно. Что странно. Что странно. Ну, что... Это пока. Это не настоящий рейтинг. А знаете почему? Потому что ВКонтакте не считается просто в этих рейтингах. Неплохо, неплохо. Да, Саша... Слушай, оставляй своего Кори Перри, но невысоко, давай так. Давай, говори дальше. В общем, друзья, я сейчас хочу, честно вам признаюсь, нарушить вот эту нашу парадигму, когда мы... Парадигма. Я бы хотел поставить список хоккеистов в бар, и я бы хотел поставить, наверное, так, ну... Александра Крылова я хотел поставить. Сейчас он так скажет. Братан. Не хоккеистов. В общем, есть в КХЛ легендарная личность Владимира Беззубова. Это фотограф. Это фотограф, которого также знают как Борода. Пообщавшись с ним чуть плотнее, я бы сказал, что этот список он должен возглавить даже выше Овечкина, потому что он застал как и поколение Радулова, грубо говоря, так и поколение Каменского, так и поколение, условно, Фетисова. И у него про каждого есть такие байки, такие истории, что вот если этого человека не будет в этом баре, то этот бар можно закрывать. Потому что он реально... У него есть кладезь вот этой вот информации, кладезь вот этих байк про любую звезду любого поколения. Ну, естественно, как бы речь про советских, российских звезд, да? Российский, международный, какой-то чемпионат СССР, какой-то чемпионат мира 2009 года, не суть важна. Но он нам расскажет столько, сколько нам в сумме расскажут все хоккеисты из того списка, который Никита ведет и рисует какие-то каракули. И фотографии неплохие получатся со встречи. Да, да, окей. Да, на встрече нужен фотограф. Хороший. Да, окей. Хотя фотографы, по моей практике, они говорят, сначала уточняют всегда, я работать иду или типа в бар. Ну, а потом все это объединяется. Нет, просто не берут фотоаппарат. Да, да. Техника-то дорогая. Да. А там Радулов, Перри и вот это вот все. Радулов он знает. И этот, он, ну, обычно берут фотоаппарат и немножко упивают. Но это может быть не самый лучший фотограф. А как фамилию какую надо записать? Беззубов. Отличная хоккейная фамилия. Ну, он с Радуловым. И с Овечкиным. Нет, если бы он был беззубов. Это знаешь, заходит кто-то в этот бар, качает Беззубов и откликаются Овечкин, Радулов и сам Владимир. Да, так, куда его поставить? Да, куда хочешь. Куда хочешь. Отлично, просто шикарно. Спасибо, что вы такое даете мне. Но в следующий раз такой свободы не будет. Не забывай, где ты живешь. Да, мы понимаем, что нас водой замучаешь. Давай, Саш. Я не придумал, как связку сделать от фотографа к моему следующему претенденту. Но это видеооператор. Вместе они снимают свадьбу. Но этот человек очень хорошо смотрится в кадре. Я бы с удовольствием пригласил в этот бар Хенрика Лунквиста. У нас не было ни одного шведа, ни одного красавчика. Совершенно верно. Про Хенрика Лунквиста я не знаю, много ли у него историй интересных. Думаю, что у него довольно стерильная биография. И таких прям историй про него мы много не найдем. Но он у меня почему-то как-то у него в голове пересекается с Буфоном. И для меня они два таких похожих человека. Я где-то недавно читал, что у Лунквиста Буфона похожи. Очень похоже, да. Но это было в каком-то внутреннем спортсовском чате. Поэтому давай долго не будем останавливаться. Хорошо, что я не что. Да подожди, я еще расскажу одну историю про Хенрика Лунквиста. Когда-то, наверное, курсы на третьем, друзья подарили мне настольный хоккей. И мы довольно много играли в настольный хоккей. Там играла сборная Швеции против сборной Финляндии на этом настольном хоккее. И он много раз ломался. И я его в какой-то момент выкинул и оставил одну фигурку вратаря сборной Швеции. И это был Хенрик Лунквист в моем понимании. И она, эта фигурка, ездила со мной с работы на работу на рабочем столе и оставил перед собой Хенрика, пока он нигде-то в Риге не потерялся. Поэтому у меня есть какая-то с ним личная история, и мне хотелось бы его повидать. Саш, Рига с тобой страшные вещи сделал. Абсолютно. Мы тебя звали как самого энергичного человека, а получилось совсем наоборот. И, кстати, вместо Хенрика Лунквиста может прийти его брат, и вы даже не поймете, что это его брат. Джоэль Лунквист. Но они, по-моему, на самом деле довольно непохожи. Ну да, один нападающий, другой вратарь, конечно, не похожи. Нет, я, по-моему, я просто когда вижу... Они супер похожи, они чуть ли не близнецы. Нет, они очень похожи, но как вот есть близнецы, которых сложно отличить, и вот это, по-моему, люди, которых можно отличить, на самом деле. Ну, типа, видно, что это Джоэль. А если надеть на них хоккейные шлемы? Так и нас с тобой тогда не отличить, Саш. Если мы будем сидеть, и на нас будут хоккейные шлемы... Но нас с тобой в списке нет. В каком? В этом? В каком? Слава богу. Вот Долгополова внесли в список, все, что стало с человеком, сразу куда-то уехал. Поэтому хорошо, что у нас нет в никаком списке. Так, куда записать Лунквиста? Давайте так, Овечкин, Ягар... Овечкин, Радулов, Ягар, Маккарти... И там... Бёрнс потом идет. А, Бёрнс. Бёрнс, да, идет. Дальше Смит. Дальше у меня идет Перри, получается. Вот, между ними и поставь. Между Бёрнсом, окей. Да, между Бёрнсом и нехорошим человеком. Отличным человеком. Блин, он был... Он мало того, что был в Анахайме тех времен, когда брал кубок, он еще же был во всех культовых Канадах. То есть вообще во всех. Он даже... Он обнимался с Путиным и жал ему руку, кстати говоря. Единственным из вообще всей этой... Ты считаешь, после этого мы должны его подвинуть еще наверх? Ну, я считаю... Это спящий агент Путиным. Не уверен, что это прям так работает, но в России похоже так, да. Что это... Ладно. Давай. Давай, нам тогда нужен еще один человек из... Канады, из Ванкувера. И... Это Никита Трямкин. Да он еще не уехал в Ванкувер обратно. Но он уже там был. Я так понимаю, вы с Никитой сегодня соревнуетесь, да? Конечно. Он уже настроил меня на нужную волну, и я уже поддался этому безумию. Мне просто, мы когда шли сюда, я говорил, говори только про Авангард. Говори только про Авангард. Реально, говори про Авангард. Не забудьте сказать про Авангард, пожалуйста. Кстати, ну, у меня есть это. Я вчера подумал, прикиньте, у нас в KHL играет команда под названием Авангард. Это то же самое, примерно, если бы в NHL играла команда под названием Industrial Rock, например. Ну, то есть Авангард. Ну, я понимаю, что это не только искусство и течение, но Авангард самому по себе прикольное. Ну, Industrial просто такой или там какой-нибудь... Ты загрузил Егора, он, по-моему, пропускает этот... Такой культурный шокол. Импрессионизм просто. Импрессионизм. Но, кстати, вот еще немного про культуру. Все думают, что в Сан-Хосе были только Карлсон и Бёрнс, такие крутые парни, которые могут там 150 очков на двоих собрать. Но нет. Перед Бёрнсом был Дэн Бойл. И он был в Ванкувере. А еще он был невероятно крутым дядькой и со своей любимой группой проехал в туре по Америке, как... Как называется чувак, который ездит с группой и там... Я знаю, как Чувихи. Я называю Чувихи. Чувихи — это группис, а этот... Комрац. Комрац. Назовем так. В общем. С какой группой? Кстати, об Авангарде. Он ездил со своей любимой группой, Fate No More. И она, кстати, очень неплохая. Я, по-моему, там где-то прочитал лет пять назад текст, где он... Надеюсь, этот подкаст послушает Александр Горбачёв и такой... О, у нас есть неплохой музыкальный автор, перспективный. Группа Fate No More очень неплохая. Всё? Да, вот. И, в общем, с ней он проехал в туре по Америке. И я думаю, у него есть куча историй. Мне нравится, что ты... Ну, вот у него есть такая история. Он проехал с этой группой по Америке. Ну, в общем, он с этой группой. Во время сезона? Как это? Постсезонную? А, это было летом. Да, месяц. Летом потратил, да. Летом. Ну, они же летом, там, наверное, много фестивалей у них. Про него есть ещё одна история, как он выгнал на матах чувака из раздевалки. То есть после игры. Там они интервью всё дают. Он за Авангард играл? Да, да. За импрессионизм. Кстати, этот пример мы брали в игровой интеллект и показывали, как делать не надо. В общем, там есть Ларри Брукс, и он его просто говорит, I want you get the fuck out of here. И он его минуту говорит, я уважаю, типа, всех ребят, которые здесь, кроме тебя. Я не хочу прерывать это общение, но пока ты не выйдешь нахер из раздевалки, я этого делать вообще не буду. Это попало везде, и он его прям минуту оттаскивал. И как бы довольно популярное видео можете посмотреть. Круто, круто. Куда мы его ставим? Выше Бёрдса, видимо, или ниже? Он закончил карьеру, давай пониже Бёрдса поставим. Ну, там Лунглист. А Лунглист не закончил. Да, значит, ещё ниже. Ну, давай под Лунглист я его запомнил. От Потапова давай. Ну, что, Потапов-то играет ещё, а Бойл уже нет. Да, да нет, там Перри есть. Вот Перри уже тоже не играет, всё нормально. Так, теперь я говорю, да? У меня Данкан Кит. У меня странно всё. Нам нужен певец, да? Нам нужен стоматолог. Так, тоже будет о чём поговорить. Хорошо, Дюки. А почему? Короче, потому что это человек из Чикаго. Всё, да, берём всё, всё понятно. Это фильм с Ричардом Гиром, да? Мюзикл с Ричардом Гиром, да. Вот, по-моему, человек из трёх чемпионских раздевалок нужен в этой бригаде. Потому что... У него жопы-то больше, да? Да, у него жопы-то больше. И он может... Мне кажется, что из этого Чикаго он вот самый такой, какой-то, знаете, настоящий чувак. То есть он не будет выдумывать, он расскажет, как есть, не будет особо что-то там выделываться, просто расскажет, как было, и всё. И не будет ничего там, короче, выдумывать и всё такое. Да, просто придёт и скажет, ты веган, бесит меня. Почему-то мне это кажется прям настолько мощным козырем, что я три раза повторю, что он не будет ничего выдумывать. Мне кажется, вот, во-первых, нужен такой чувак обязательно. И из Чикаго, вот, мне кажется, что он готов. Потому что все остальные. Говорю, Кейн, нет, Тейвз, ну ничего. То есть посидеть, получать и я могу. А у Госсы аллергия на экипировку. Да, у Госсы аллергия на экипировку. Согласны вы, нет? Я согласен. А мы узнали. Ну, мне кажется, даже неочевидным аргумент, что он из Чикаго и был в трёх чемпионских раздевалках, поэтому давайте его позовём. Мне кажется, ещё что-то нужно для этого. Ну, ты... Нету ещё какого-то, вот, знаешь, о чём мы сегодня говорим. Крючка, крючка, да? Он в Омске был. А он, это, Тейвзу по морде съездил. Не так давно. Вот, 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 уже начинается какой-то... Вот, 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 уже начинается. Ну, у него была шикарная шутка про дентиста, когда он вышел на этот аппарат на свой без зубов и заорал, что типа, если в... Ну, там огромный этот... Если в этой толпе стоматолог... Ну, дентист, вот. Мне кажется, он прикольный просто. Это хорошо. Это звучит неплохо. И Кубстоп уже знает. И он же, да, он же с Панарина на Панаринские фишки. Ну, блин, на Панарина такая харизма, что даже Алиса Зонарок повелась на его фишке. То есть, мне кажется, что... А почему вы, кстати, все про Панарина дружно забыли? Про Кузнецова... Мне кажется, это такая же история, такая же история, как с Кузнецовым, но Егор... С Панарином есть другая проблема. Поскольку они все, видимо, будут говорить по-английски, то ему не о чем будет говорить просто. Да, да, возможно так. Но если только спотап. Давайте, Кита я поставлю, пожалуй, повыше Смита Пелли. Ну, просто... Да, да. Три кубка больше, чем один. Да. А, то есть у нас такой аргумент, что если три кубка, то норм. Ну, они очень близко идут друг к другу, и вот там три кубка решают. И в них будут... Не, мне просто интересно. Вот вы говорите, что про хоккей... А мне интересно было бы с ним поговорить, потому что он, когда был хорош, вот в году 15-м, он делал такие вещи. То есть вот его эта передача из-за своих ворот на чужую синюю линию щелчком. Ну, я бы послушал просто, как это делается, как это работает. Мне было бы интересно. То есть Данкан Китт, как Чапаев, объясняет в стаканах с пивом хоккей? Ну, да. Есть один нюанс, да? Ну, например, вот там же, знаешь, есть... Вот ты в какой момент решаешь такую передачу делать? Потому что, ну, ты же явно должен видеть уже, когда ты замахиваешься. Вот, а там же все это доля секунды. Короче, я бы про это послушал. Но вы сейчас, наверное, все понимаете, что со мной было бы не очень интересно, типа, идти. Тебя бы не пустили. Да, типа, чувак, да, посиди дома. Вот, давай, Илья, говори кого-нибудь из авангарда еще. Нет. Да ладно. Это не игрок авангарда будет. В общем, смотрите, есть история. 2011 год. Плей-офф. Авангард играет с одной командой. Думаю, вы узнаете сами, что это за команда. В общем, они горели 0-3 в этом матче. Плей-офф отыгрались там каким-то чудом. И вот, я говорю, ну, надо интервью. Он говорит, сейчас я там переоденусь и пойду велосипед крутить. Увидимся там. А ему лет уже было, ему, по-моему, то ли 40, то ли 41. И он вышел весь такой помятенький, старенький в своем этом спортивном костюмчике с повязочкой этой на голову. И 25 минут крутил велосипед. И 25 минут отвечал на все наши тупые, сраные вопросы. Потому что я сейчас понимаю уровень этих вопросов. И я честно скажу, они были не фантасты. Да мы тоже все понимаем уровень этих вопросов. Ну, если я пришел на подкаст телега, братан, пацаны, конечно. Да, и попросил воду, да. Как думаете, что это был за игрок? Это такой маленький квиз внутри подкаста. Ты такой ветеран, да, должен быть? Да. Крепкий. Блин, я так слушал, я просто знал, что в конце будет правильный ответ. И просто не слушал все это. Так, там была повязка на голове, он крутил велосипед. Смотрите, ему было за 40, и это была магнитка. Сергей Федоров? Конечно, Сергей Федоров. О, да, кстати, да. Это интересно. Да, человек мало того, что выиграл три кубка Стэнли, у него в жизни была, помимо Анны Курниковой, еще история с... Так это же рок-звезда от мира хоккея. Ну, так и есть, да. Мне нравится, как задорно ты об этом говоришь. Да нет, просто недавно видел в Твиттере смешной твит с матча звезд с участием Сергея Федорова. Там его снимают, он там позирует на камеру, работает лицом. И там подпись, что... Ну, как не залипнуть на этого красавчика? Он что, съел красавчика? Потому что мы то, что мы едим? Вот у вас. Это у меня шутки плохие. Я согласен, кстати говоря. Тебе не кажется, что это интересно? Я согласен, потому что... У меня тоже он был в каком-то длинном списке, и я его отмел по той причине, что... Говоришь, как Анна Курникова сейчас. Короче говоря, он для меня слишком взрослый. Я понимаю, что если я окажусь в баре, я... Прямо пропасть между мной и им... Вот сейчас представим себе, что мы договариваемся с ним встретиться в баре. Он приходит в пиджаке. В галстуке. Нифига. Значит, с таким, значит, лицом американского генменеджера. И пьет каждый раз, когда забивает фетисов. И, ну, наверное, я буду смотреть на него снизу вверх. Мне не получится с ним разговаривать. Но в твоей голове все будет так. Вот я на самом деле... Нет, я вот... Все будет изначально, я гарантирую. Вот я здесь прям не уверен, потому что... Мне интересно, что у Саши есть такой аргумент. Человек думает, думает, а не просто такой... А не просто список составляет. Кузнецов прикольный, запишем его. Кори Перри пойдет, записываем его. Долгополов уехал. Долгополов уехал, выписываем его. Вот, до этого. Устроили тут КВН. Не, я к тому, что это интересно, и это правда же так. Ну, как ты... Ну, это все равно, знаешь... Я бы на самом деле не то, чтобы стал прям с ним пить пиво. Вот я об этом... То есть, если мы прям всерьез говорим об этом, то это такое, знаешь, это как-то... Я вот, например, не очень с родителями пью, потому что у меня есть какая-то... То есть, я к этому так отношусь, что это не то вот, что... Я бы где прям так... Мы хотели бы расслабиться. И вот с Сергеем Федоровым... Вы что, для меня это слишком легенда, чтобы я прям так... В общем, друзья, пообщайтесь разок чуть-чуть хотя бы с Сергеем Федоровым, и вы поймете, что вы это себе... Расскажи. Мы это себе придумали. Обстоятельства, в которых ты с ним общался... Тогда нужна прям еще одна история, мне кажется, чтобы переубедить вот двух людей. У тебя есть такая история? Ага. Ты подслушал ход у Саши? Ты подслушал ход у Саши? Да. Ты такой... Ты аналоговое мышление у тебя, да? Конечно. Ты просто... Что Саша сказал? Мне нужен еще один крючок, и все. На выходные в Ригу езжай, и после этого... Там Гудкова ты встречал, кстати? Я столько встречал людей там. Хороший ответ. Очень... Какой-то вечер шикарных ответов. Из разных групп. Из разных групп. Я видел Гудкова, столько видел людей. О, класс. Получается, мы Федорова не берем. Подожди. Нет, ну в смысле, мы же у нас коллективный список, мы его возьмем, просто я бы его поставил невысоко. Нет, ну просто... По моим аргументам. Видишь? А то есть с Владимиром Беззубовым вам, значит, комфортно было бы выпить, которому 60 с чем-то, а с Федором, которому 40 с чем-то, нет? Ну, пацаны, давайте как бы по одной дороге идти, я так считаю. По дороге в Омск мы пойдем все. Дорога длинная. Смотрите, нет, просто Саша... У него Саша был классный аргумент, но я же, типа, сильно уверен, что все нормально будет. Здесь все-таки мы же разговариваем. Я за него ручаюсь, все будет... Пара тупых вопросов, и Федоров поймет, что ему нечего стесняться. Пара тупых шуток, и он сразу расслабится. Давай, но есть прям серьезный вопрос, куда ставить, потому что ставить Федорова ниже кого-то, это странно, ну типа, вы чего? Вот, и причем... Но это же не рейтинг лучших хоккеистов. Это не рейтинг лучших хоккеистов, но ты думаешь, Овечкин вообще, что бы он сказал, когда мы... Вот мы у Овечкина спрашиваем, Саш, куда поставить Федорова? Типа, вот у нас список, типа, кому ты позвонишь первым? Он как русский хоккеист. А он говорит, в центр ставьте, и все. Нормально. Нормально работало. Да, кстати, сколько? Одиннадцать, коровный шестой должен. Я предлагаю Федорова поставить тогда нулевым. Да, да, да. Да, потому что нам еще нужен человек, которого все будут уважать и разговаривать с нами. Вот мы вот вроде собираем состав бара, у нас там уже почти русская пятерка, да, собралась? Да, но... Мне кажется, даже больше. Это... И Маккарти, чтобы об этом рассказать. Это национальная идея. Там сборная России и Канады, на самом деле. И там Смит Пелли и Потапов. Овечкин, Федоров, Потапов. Охреневшие немного такие, где мы оказались. Давайте, у нас уже есть в целом одиннадцать. Пацаны, а кто это будет тренировать? Давайте вот назовем тренера. О, давайте. Давайте мы... Я хотел вот так. Давайте еще по одной фамилии выслушаем. Вдруг мы кого-то, ну, заменим из одиннадцати. У вас же есть еще кого назвать? Ну, по-моему. Я могу назвать, но очевидно, что это наш коллективный топ-11 не попадет. Это Николас Бэкстрем, мой просто любимый игрок. Человек, из-за которого я полюбил хоккей. Бесхарактерный швед. Со сломанным пальцем Кубок Стэнли выиграл. Да, абсолютно бесхарактерный. Да, эти шведы чертовы, да. Человек, который умеет быть незаметным и обращается с шайбой. Мне кажется, вот с Кузнецовым у них есть такая пара. Кузнецов любит шайбу. И центр, который очень много времени проводит с шайбой, Бэкстрем, наоборот, проводит с шайбой минимальное количество времени и остается, тем не менее, игроком первого звена. У Бэкстрема еще есть интересный очень фактор, что Бэкстрем в составе вечеринки, это плюс 10 к веселью Овечкина. Ну, в том смысле, что Овечкин будет типа еще... Будет подливать ему. Да, да, да. Ну, помнишь, это типа... А если бы у Овечкина и Бэкстрема была группа, как бы она называлась? Овечкина седина, конечно. Бэкстрит бойс, камон. Бэкстрит... Ой, ой, ну... Ладно, вот есть Бэкстрем, у меня еще вариант с Роберто Луонга. О, он, кстати, вообще крутой. Это король Твиттера и очень веселый мужик. Может быть, заменим кого-нибудь из Смитпелли и Потапова и вставим туда Роберто Луонга? Эй, нет, Потапова не надо. Не, ну я с самого начала говорил, что Смитпелли такой вариант на... Как сказать? Мне кажется, если есть шанс взять Луонга... То лучше брать Луонга. Да, то это будет лучший репорт с вечеринки в Твиттере. Я согласен. Окей, окей, все. Кстати, он тоже был в Анкувере. Итак, записываю... Подожди, а твоя последняя фамилия еще? Моя еще последняя фамилия? У меня... Ну все, у меня потом Юджин Кузнецов идет, на самом деле. А потом Вадим Шипачев, потом Панарин и Радулов. Мне в голову пришла экстра фамилия, если позволите. Давай. Пол Бессонет. О, неплохо. Ну, это что-то... Я даже не думал, потому что это второй очевидный ответ, кроме Овечкина. То есть, знаешь... Но он не прозвучал. Он не прозвучал, вот именно поэтому, мне кажется. Потому что Бессонет же это игрок уровня ХЛ все же. То есть он же не играет сейчас ровно, потому что невысокий уровень. И даже не Смитпелли. Он, кстати, выкладывал какие-то цифры. И он по статистике очков в среднем за игру набирал, типа, на уровне Малкина. Потому что он там провел то ли два матча. О, и еще один человек, которого мы не назвали. И я думаю, что мы его не позовем на эту вечеринку. Да, да, да. Ну, об этом много... Но про эту вечеринку он потом позовет половину состава и запишет подкаст про нее. Я думаю, так. Что это будет легендарная вечеринка. Я имею в виду, что Малкина мы не позвали. А, ну это да, да, это понятно. Малкина мы не позвали, да. Бессонет просто, что это такой очевидный разговор. Ну, я говорю, мы если там будем прогонять по уровню раздевалок, у которых он был, может быть еще и да. Но сам по себе уровень не такой же. Просто мне кажется, что он в этом плане настолько открытый, что он нам сдаст вот все истории, которые бы весь наш список не рассказал бы нам. Мне кажется, он соберет, типа мы ничего... Он сам сядет, будет со всеми разговаривать, а мы ничего не послушаем. Он просто такой, Саня, елы-палы, Саня, пойдем, пойдем побазарим с тобой. Пойдем, мать жестко-хейл посмотрим, там попов, федьмака найдется. Че ты сидишь? Пикей Субан, вот, нет? Он будет портить воздух на вечеринку. Ладно, окей. Так, нулевой, то есть супер первый номер. Сергей Федоров, дальше Александр Овечкин, Радулов, Ярамир Ягар, раз, два, три, четыре, четыре. Маккарти, Даррен Маккарти. Да. Брэнд Бёрнс, Лунквест, Бойл. Дэн. Дэн Бойл. Перри, Лонго, Потапов и Последний Беззубов. Я, на самом деле, скорее всего, их больше. Да. И их, на самом деле, больше, скорее всего, но ничего страшного. А тренер-то, тренер, пацан? Есть варианты какие-нибудь разве, кроме Олега Знарка? Мне кажется, нет. Нет, нет, конечно. Это второй подкаст, где у нас нет вариантов. А, Тартарелла. Конечно, безусловно. Ты был в Риге на этих выходных. Нет, Тартарелла будет мужиком, который живет сверху над этим баром, и после 11 он будет орать, заканчивайте свою вечеринку. Мне кажется, он не такой, он скорее спустится, сам кому не даст морду и сядет выпить. Мне кажется, вот так он будет. А если собрать тренерский штаб? Ну, в том смысле, потому что… Собрать тренер. Вот это, знаешь, это про… Кто у планшета? Как про Сергея Федорова. Это скучно же, ну, тренеру там будет одному, но в том смысле, что, ну, они все равно же… То есть это другое поколение, на самом деле. Это, может быть, и Федору будет тоже веселее. Давай накинем тренерский штаб, потому что это интересно. Мне кажется, что из вот такой старой гвардии Крикунов идеально туда вписывается. Ну, само собой, да. Просто я его видел, и он реально вот все эти… Он, во-первых, разрулит, во-вторых, ему вообще… Ему интересно будет самому пообщаться и самому задавать там тон. Вот, он, кстати, тоже в Риге живет. То есть мы прям… Рижскую сборную, у нас этот состав Россия и Канада… Будет рассказывать канадцев по Турине. Да, мы поняли, что она не с Гудковом где-то идёт. Он, кстати, он, ему, если бы у него не вышло с хоккеем, ему надо было идти в стендап, потому что он на ходу выдаёт такие панчлайны и вообще это… Я Интуристом читал, и я помню, что он рассказывал про это, как он… У него есть история о том, как он в самолёте… У него стало плохо самолёту, и вот он просто болтало вот так вот. То есть у него этих историй. И вообще, вот такие мужики советские, они просто легенды. Мне кажется, там миллион всего Куртова. Но он такой должен быть один, чтобы они не сильно… Типа же нам нужны другие. Да, да. То есть у нас есть нарок Тартарелла, у нас есть Киркунов, и нам нужен, понимаете, такой благообразный канадский улыбающийся тренер, друзья. Что же с этим делать? Вот слушай, слушайте, вот у меня есть… Никита бы позвал Бэбкака. Я хотел про него сказать. Точно, я угадал. Да, я его хотел обсудить, потому что Бэбкак при всей его… Одиозности? Оставь ты в корзину чемпионаты это слово. При всей его такой монументальности… Еще лучше просто. Красава. Бэбкак из плеяды тренеров. Монументалистов. Короче, про него же есть эта история. Единственный более-менее интересный момент из его книги, которую я читал, которая про 2010 год и там с заездом про всю его карьеру. Ну там просто, что он работал и потом стал тренером. Очень культовый эпизод, который мне очень нравится представлять, что когда Айзерман Бэбкаку сказал, что он будет главным тренером и сказал, кто у него будет помощники, он сказал Айзерману, что он хочет сделать тренерскую вечеринку. Это, кстати, еще к разговору о том, что хоккеисты не любят говорить про хоккей, что мы собрались с мужичками, а я там не помню точно, но там был супертренерский состав на 2010 году. Клод Джульен, по-моему, был? Да, да, да. И этот Баффало, который был и в Далласе, как его звали-то? Хичкок? Нет. Хичкок был в 2014 году. А, этот с усами. Линдераф там был. Линдераф там был, точно. И еще кто-то там был с фамилией другой. Ну да, в принципе, логично. Здесь другой человек, но и вот по-другому. По-другому звали, ты такой бывает, Саш. Вот. И он просто сказал, что мы собрались, взяли типа фломастер, тренерскую доску, я взял пиво, и мы сидели и разговаривали про хоккей. Вот эта вечеринка, на которой я не хотел бы быть, потому что мне там, очевидно, нечего делать. Но я бы... Но если ваша вечеринка не похожа на это, меня даже не завистили. Но если это можно было бы снять или записать в аудио, я бы с удовольствием послушал, потому что это просто самое кайфовое, что может быть, наверное, вообще. Прости, а ты сказал, что это самое интересное, что в ее книжке? В принципе, скучная книжка? Да. Но она такая, знаешь, она полумотивационная. Как карьера БЭП какая-то. Да-да-да, она в плохом смысле мотивационная. Ну, то есть не он писал? Не он, ну, очевидно же, что не он. Вот. И она такая, что, ну, вот, я там, мне было трудно, я там работал тренером, типа, без денег, работал в банке, мне надо было решать, я выбрал стать тренером. Ну, как бы, круто это знать, но вот таких прям сочных деталей, за которыми мы любим книги игроков и тренеров, там вот немного. И я говорю, там даже разбора особого нет. Я помню, что я пошел читать, чтобы почитать, как они против Овечкина играли, но там. Я Тейвсу сказал Тейвсу играть, и Тейвс крутой игрок, он справился. Ну, вообще, мы не так знали. Спасибо, как на игре побывал. Да, вот БЭП какая бы, потому что он, мне кажется, ценностей вот таких. То есть он бы там нашел место себе, он бы не растерялся. Как насчет Боба Хартли? И это сказал не я, понимаете? Да. Это не я сказал. Мне кажется, я провалился в ловушку, кажется. Это МЛП, я сказал, улыбающийся канадский тренер, и может, такой есть в России, и все, у Егора щелкнул. Да, это же Боба Хартли. Это манипуляции. Да, это так. Это был подкаст «Книжное обозрение» с Никитом Петуховым. Мне кажется, что Хартли не нужен по той причине, по которой Саша Кузнецова сказал, что Хартли и так в целом все рассказывает. То есть, что, зачем? А, еще Олег Знарок показывал Боба Хартли на пресс-конференции. Но я могу сказать, что они хорошо общаются в пресс-конференции. Это нормальная история. Они все, не забывайте, что они все рижане, на самом деле. То есть, базово... Хорошо, нам нужен веселый тренер, но не из Риги. Мы уже все взяли. Нет, нам нужно закончить этот подкаст. Веселый тренер не из Риги, таких нет просто. Да таких нет. Нам нужно закончить этот подкаст и ответить на вопросы. У нас есть опять две штуки. Да, хорошо, что ты это сказал, потому что... Ну, Ржига еще. Давайте Ржигу позовем. У нас нет... Нет, у нас есть один Чехов. Пусть будет еще один. Но он, мне кажется, такой. Он любит выпить, он любит женщин. Он любит выпить. Я бы просто на месте тех, кто пришел, я бы переживал, да, что ты оставишь Жон дома. Ну, он-то с нами. Да, Ржигу надо позвать, да, вот им поэтому надо позвать. Нет, за Жон кто беспокоится, если бы мы Патрика Шарпа взяли в эту команду. Да, там Иржи Секач тоже, там прям вообще такая бригада. Желтые, гнилые моменты вот эти. С другой стороны, вы начали с них с желтых моментов и заканчиваете желтыми моментами? Да. Его за эти полтора часа не изменилось. Но, Саш, посиди еще немножко, ты же можешь 10 минут с нами посидеть. Егор сейчас вопросы будет читать, и мы будем отвечать на них. Наши читатели задают нам вопросы в течение недели все в постах. Егор откуда их угодно выуживает. Да, ищут самые интересные. Да, ищут самые интересные. И сегодня у нас есть два приличных вопроса. И всегда что интересно. Вот это им очень интересно происходит. Два всегда почему-то. То есть он сам, он ищет, все, два остается. Вот на следующей неделе искать будешь ты. Нет. Толега, братан, как ты? Значит так, нам в Инстаграм пришел вопрос очень интересный. Кого бы мы, ведущие подкаста, из игроков действующих позвали сюда к нам? А, я думал на пиво сейчас. Нет, не на пиво. Нет, не на пиво. Просто пообщаться, послушать жизненные истории. Я, кстати, хотел заблокировать этот вопрос, потому что это такая... Я бы даже не знаю, потому что... Ну, блин, я бы из Кузнецова. Вот такой будет ответ. Пан Арина. Вот такой будет ответ. Нет, я бы на самом деле... Иван Телегина. Да, Иван Телегин. Не, ну это такой ответ. Я бы... Есть идея, на самом деле, на интервью и на подкаст позвать паренька из «Правды», из «Авангарда» Манукяна. Он не суперзвезда, но он был суперзвездой в МХЛ и этот... Пробился во взрослый хоккей, но на другую роль абсолютно. Вот таким маленьким пацаном... Вот он просто очень маленький. Мне кажется, что с ним про Омск поговорить, потому что он сам омский парень. И там истории про армянскую диаспору, мне кажется, очень круто было бы послушать вас. И второй вопрос. Дмитрий Бубенщиков нам его задал. Это кто? Постоянно идет речь о том, что тренеры практически огрызаются во время пресс-конференции, интервью и прочего. А те, что не огрызаются, говорят про гегенпрессинг. Что нужно спрашивать у тренеров, чтобы они и не послали, и всем понравилось, в том числе и хоккейным преданным болельщикам и к Кузьмичам с Новоалтайска. Это я цитирую автора. Это из-под Барнаула вопрос, очевидно. Новоалтайск — это пригород Барнаула. Если перефразировать, какие вопросы нужно задавать тренерам, чтобы было интересно всем? Так это довольно простая формула. Нужно не идти на встречу, не идти на пресс-конференцию, не идти на пресс-подход, потому что вот в этом формате наши тренеры не работают. Ну, они вообще никак им это не нравится самим, они вообще никак с тобой не взаимодействуют. Они либо так, либо так. Это в рамках пресс-подхода. У канадских почему-то получается, но канадские, по-моему, они тоже в формате Лорионова. То есть они больше там «да-да-да, гегенпрессинг» в таком формате больше разговаривают. Там очень много общих фраз. Я, наверное, порекомендую изучить, прямо в какие-нибудь учебники занести ответ Боба Хартли про Макмилана. Это просто иллюстрация того, как высказаться про судейство и не попасть на 300 тысяч, друзья. Да, ну это у них просто проходили на тренингах. Короче, мне кажется, что надо нормального тренера позвать на интервью, договориться. И вот в интервью тренеры всегда разговаривают нормально, особенно если ты первыми двумя-тремя вопросами дал понять, что ты не будешь его учить хоккею, не будешь, ну типа что-то это, будешь нормально с ним разговаривать и хочешь послушать, что он тебе расскажет. Вот вообще я думал, скобелка супер какой-то, ну скобелка выглядит не очень дружелюбным. Я там что-то так подготовился, что первыми двумя вопросами похохотали и все, и дальше все было нормально. Дальше уже просто я оказался не супер знающим Борис-человеком. Слушай, а мне кажется, мы не до конца ответили на вопрос, потому что пресс-конференции... Потому что они так уж много говорили про авангард. Ну это само собой. На пресс-конференции бывают каждый день, когда есть игровой день в КХЛ, и там десятки тренеров отвечают на вопросы, а интервью с тренерами бывает там раз в месяц условно. А, наверное, читатель спрашивает, как это разнообразить. И мне кажется, что действовать по простой формуле. Из матча отметить какие-то 5-8 моментов и про каждый подробно расспрашивает. Мне кажется, когда тренеры видят, что человек пытается разобраться в хоккее... Смотрел матч. Он смотрел матч, и это без шуток, просто многие матч не смотрят, к сожалению. Смотрел матч и реально пытаются разобраться в моментах. Он как-то с второго-третьего вопроса тоже идет на контакт и пытается что-то объяснить. Мол, это было не потому, а потому, и из этого может уже сложить... Окей. Это был подкаст «Телега, братан». Мы выходим на неделю в среду или в четверг, но записываемся мы в тот понедельник, ночью перед которым стало известно, что не стало Коби Брайанта. Вот в такие моменты мне всегда... Мне кажется, что их проще всего избегать и ничего не говорить на эту тему, но мне не нравится. Это слишком простой ответ. Вот, я уверен, что на sports.ru вы можете найти кучу материалов и кучу всего, что вам расскажет гораздо лучше меня, почему, что это был за человек, что это была за фигура и что это была за легенда. Мне в таких моментах, в такие моменты всегда хочется сказать, чтобы все берегли своих близких и понимали, что жизнь у всех одна, и ее стоит прожить как можно ярче и как можно ярче. Всем спасибо за участие, ребят. Спасибо, что пришли. Увидимся на следующей неделе. Спасибо, Никит. Всем пока. Счастливо. Коллега, братан, как ты? Увидимся на следующей неделе.